Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снег фигачит На Мазде я с тобой ездил На Белой Мазде мы ездим Сгляну Дочью Да В Рязань мы ездили В Рязань, да В Дверь я с тобой Да В Рязань мы ездили За распиской что-то Да, Андрюша, конечно Все сроки уже вышли От этого не легче как-то Да Да, вообще я восторжусь Сразу не знаю Очень проездочный тип Просто и вообще Думаю, здесь все остается Мимо там конкретно Обещали Думаю, типа Вообще будет Нахуенно все Субтитры делал DimaTorzok 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 Д Coffee Субтитры делал DimaTorzok Постоянно в ночь И пройдем ездить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Два-три купишь с собой в дорогу Добавил DimaTorzok Москва-Челябинск 1800 км Погнал Двадцать 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 пять часов Ну, сутки, короче Походу, это Вольфа Едешь, Энергетик Ну да, по-моему, написано Снизу Вольфа, да? А вдруг он Левую насыпил? А, нет, нет, она не такая, которая Звук Звук Ой, это еще и сприт Сэфу Так, вот так Звук Звук Скани, знаешь, как называют Дайверочки? Скамейки Да? Не знаю, почему Ну, может Может, потому что там у них сидушка какая-нибудь в кабине, как скамейка А может, от слова скания, сказка Может быть, от скания Вот они в Веренице едут сейчас у всех Обогнайте дальше Да? Да Они ехали-ехали и собирались кучку Да Какой-нибудь один тормозит весь процесс Какой-нибудь дывящий Едет 4409 4409 Вот кого все обгоняют Походу он залезет перед нами Походу он залезет перед нами Пофига Показал на обгон что ли идти? Правая аварийка поморгал, типа на обгон идти Да? Да я не заметил Да Здесь уже опасно обгонять Не видно Хотя вот там ебашит хуже на обгон Сзади Ну и видно тут охрененно сверху, да? Ну да Сидит высоко Сидит высоко Вот уже нормальный вариант Я еду только в спорт режим Включаю-включаю 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 Ага Хотя там буш ее наверно навалил там Поэтому Асбай 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 Я думаю они особо не доверяют труб Думаешь? Да В компании это строго Не дай бог что Какое-нибудь оформление А что за человек за рулет? Да Что даже мужу нельзя? Конечно Они договор подписывают Что Ну как за имущество отвечают Занимают его Запрещено передавать третьим лицам Поехали с мужем на На мой Что поменяться нельзя? Нет Ну 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 Это автомобиль выдается Для выполнения работы А не для того Чтобы ты служил на море И из личных поездок нельзя, да? Ну Может быть и можно Это особо не запрещают Как бы не это Ну 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 Не думаю что надолго Как Завтра у酒 200 км Оставаться Да po По этой трассе Да Ну Они Есть, но немножко в сторонах. Без больших вот были Михайловка, Борисоглимска. Вон они на выпуском кигачат. Видишь? Видишь, какая кигачатая? Да. Топ-моё, в сравнении. Газелика. И вот потом он в рацию тебе орёт. Да я успевал. Да ладно, что это, да? Да, ну да. Нормально всё. Вот так вот на повороте ФИП поймёт. Вот ещё один. По встречке, а не по встречке. Вроде в своей. Да, вообще, этого я уже наслаждал. Из-за поворота, потому что... Ну да, 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 кажется, что... Это уж как дальний получается, да? Понижена. Чуть-чуть понижена. Вот так, да? Вот так, кажется, слишком далеко, наверное, как дальний. Ну да. Причём, как раз, может, и на Ливии пойти ехать. Нет, раздражает. Будут, наверное, поргать, в ответку врубать тебе. А если уж фура дальний тебя включит. Ха-ха-ха. Xi-ха. П guidelines? Ну да. С терkin сейчасcho не видят. Они Юлья рассл Weekly Б unveils. Ну да. Многу думаете. Надо jakieś длинный, если зайчик ещё идёт совсем дорогой особо. sareばい письм con 두번 particulиес. Алексей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А что там? Мы едем. Есть там что-то. Субтитры добавил DimaTorzok Вот равна 700. Это половина площадь, да? Ну да. Прикинь, вот только полпути проехали. И то, по-моему, еще полпути нет. Ну, 1390 было. Да? Да. А сколько у нас? 694. В Москве вообще говорят 10, что ли, было. Да. Да. Вопрос написал. У нас пасмурно. Сегодня прошел 10 километров. А у меня эта ассоциация была. Сегодня пасмурно 10. Аааа. Давай еще немаловую перферму. Аааа. 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 Ааа. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сначала начал сидушки сжигать, чтобы не замерзнуть, потом еще что-то, потом еще, потом колеса, и, короче, по-моему, вот так и остался там. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Мне кажется, оно и до салона дойдет. Да, не дойдет. Так выглядит. У нас ситуация была. Клиент арендовал тачку у нас. Ну, визинг на несколько лет. Блин, не помню, что за тачка. А-ля хендай аж один. Или там... Типа мукоавтобус. Да, там мультибэн, может быть, какой-то. Чуть-чуть типа такого. Едет машина на трассе. Ну, вот в сторону этого... В сторону вузы. Вот какая, я не помню, но мажайка. Мажайка там, по-моему, платная, да, или какая. Едет по платке. Откуда-то, откуда-то на дороге берется... То ли от машины отлетает, то ли кто-то наехал. Короче, знаешь, этот... Ну, такой угловатый этот... Володник. Володник. Володник, понял, да. Попадает вот сюда в лобовое стекло. Пробивает нахрен насквозь. Благо, пассажира не было. Не было пассажира. Попадает в подголовник. Подголовник сворачивает просто вот там. Там трэш будет. Пробивает, ну, не несколько рядов. И в конце просто врезается, втыкается в этот. Ну, его руками невозможно было вуза взять. Да. Был бы человек, кто-то забил. Ну, да, да, просто пробило бы насквозь. Я видел эту картину своими глазами. Подлокотник свернутый. Приезжала к нам на стоянку. Ее в этом страховой случай оформляли. Дебилы были, которые... Там эта, компания LG. Они на водителях экономили. И брали в компанию, знаешь, ну, не русских водителей. Хава-решал. Да, да, неправил, не знаю, ни черта нет. То есть трудоголики, работящие, да, там много ездят, выносливые, вонючие. Вот. Были такие, которые, ну, понятно же, да, ну, нельзя намкать, если ты попал в ДТП, останавливаться, ждать, в плохую погоду, выходить из машины. Ну, был у нас один такой. В плохую погоду попал в ДТП, вышел из машины. Ну, или его с низким напрямом. Ну, благо, не насмельцем. В больницу. Они возят корейцев, ну, этих экспатов. Нет. Ну, начальников отделов каких-то таких. И рассказывают там всякие эти истории про этих вот, как кореец, кореец, да, там LG, там, директор, я не знаю, там еще что-то. Нет, мы их каждый вечер, они после работы едут в кафе, встречаются с своими друзьями. Мы их каждый вечер просто вот за шкирку, чуть ли не пинками, домой заносим. Перед дверью ставят, звонят, открывают жены, они отпускают, эти просто падают, вдруг убивают. Да, да. В своих вот каких-то корейских ресторанчиках там на утро выпивают какие-то маленькие, знаешь, что-то, не знаю, 50-миллиграммовые бутылочки, которые с зеленой хренью. И бутрячком, бутрячком идут на работу, пытались пробить, не говорят, оттуда им присылают с Кореи, привозят, но не говорят. Не говорят, пытались и просили, да, эти типа там, ну, одну штуку, попробуй, там ничего, чтобы не, нифига не пропустить. Они все на LG, да? Да. Ну, у Самсунга наверняка такие же приключения. Ну, у нас Самсунга не было, у нас клиентов лучше было. Как это так обхаживали, да? Да. Там у них директор будет вообще треш. Знаешь, как истеричка. Вот делали все возможное, лишь бы директору угодить. Вот лишь бы он не узнал о какой-нибудь проблемке. Он ездил на X5 с водителем. И если с его X5 что-то происходило, вот он даже знать об этом не должен. Вот там, ну, допустим, отвезли его в ремонт, да? Не успевают отремонтировать. Выявили, что нужно это, нужно это, нужно это. Или не дай бог какой-нибудь ДТП. Что-то произошло, там царапинка какая-нибудь. Машина, ну, за два часа ее не сделают. Ее оставят на день, на два, на треть. Тем более у дилера, не в шарашканной конторе. Понятно. А у дилера ставят на ремонт. И что, как было? Чего только не выдумывали, какие только варианты не решали, искали ему подменный автомобиль подобного класса. Он регулярно ездил у нас. Ну, не всегда, конечно, удавалось. Такой сего он стал, такая ситуация, конечно. Ну, да. Не, он при этом, он сам мог находиться в машине, когда там это произошло, да? Но его не волновало. Вот, не дай бог ему сказать, там, типа, извините, машины нету. Вам придется поехать там не на вашем классе, да? А на Volvo XC90, на Volvo XC60. Потому что его подчиненные ездили на Volvo XC60. Вы что, охренели, что ли? Какое Volvo XC60? Ну, вот там просто, вот, когда происходила проблема с его XC60, просто весь офис стоял на ушах. Искали XC60? Забивали на всю работу, искали какой-нибудь аналогичный класс. У 7-го какой-нибудь? Ну, это, ну, не то, что, знаешь, не обязательно прямо именно джипом и так далее. На А8-ю он соглашался, на BMW 7-ку, на Hyundai Ecos. То есть, крепкость жена была, вот эта вот, может, такой техностоительский. Вот-вот, вот на таких машинах катался. И мы умудрялись всегда бесплатно их выбивать. Да, все бесплатно. А как это выбивалось? Где вы их выбивали? Ну, машину брали у официальных дилеров же, когда мы покупали. А, на подмену. Да, да. Ну, этот, ну, обращались там в корпоративное отдел. Ребята, у нас там такая-то проблема. Нам капец как нужна машина. Будем там, ну, в долгу перед вами. Ну, окей, ну, вот, ну, у нас там, ну, в разные обращаются туда-туда-туда-туда, там, типа, у нас нету, все разобрали, у нас нету, все разобрали. Вот одна девчонка была там, нас все время поручала в Hyundai, как раз, у нас есть Ecos. Не дай бог ему предоставить машину брендировку, знаешь, вот эти вот лейки были, да, 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 типа, тест-драйв, там, или это подменные автомобили, не дай бог, какую машину предоставить. Надо, чтобы именно была машина, как машина, да? Угу. И это был директор завода, который, ну, вот там, в Рузе находится. А, директор здесь, московского офиса, Викер Пафостный. Ну, он тоже ездил на АЭСК и на своей. То есть на лизинговой тачках катаются, да? Да, да, да. А один этот директор, когда уходил, директор завода, ну, все, контракт у него закончился, он к себе на родину уезжал. Что-то там у них внутри произошло, никто ничего не знал, конечно, чем произошло. Он, сука, подписал своим подчиненным красные Volvo XC60. Ну, они там, блядь, ну, они не на красных льдах ездят, там, ну, черные, силиканисты, там, золотистые. Да, подстава такую. Вот вам, блядь. Я заходом, я там, блядь, закупку Volvo XC60 красного цели. Будете меня струнать еще три года, блядь. Вот, а потом эти лизинговые тачки к нам выходили из лизинга. Выкупная стоимость была, по-моему, где-то там 340-370 тысяч. При... Как еще, и когда продали, заработали 100%. Ушла такая, да? Все, все умные стали теперь, да, эти человек? Нет, почему? Некоторые компании до сих пор так этим не занимаются. Вот мы. В компании, допустим, запрещено этим заниматься. И все, вот, положено вернуть в лизингу, в компанию все возвращаем. Закупаем новую. Чтобы не было ни срача, ни руганий в компании, ни щучка училась. Да, да, да. Но постепенно там потихоньку-потихоньку начали появляться, конечно, такие люди, как родственники. Вот, мы компания, да, у нас был клиент, и вот родственник, который не работает в этой компании, родственник клиента, клиент звонок генеральному директору в компанию, обратится вот такой-то, вот эту машину, пожалуйста, ему подарите. И вынуждены были продавать. И потом смотрим, ну, продали там что-то, а... Блин, а6-я или а8, не а6-я, мама, не была, или... А, не, BMW 5-ка там была. Хорошенькая такая, прям эта история у нее хорошая. ДТП либо не было, либо там, ну, совсем незначительные были ДТП. Хорошая, в общем, машина была. И мониторим рынок, продаем, 3-4 дня машина всплывает на продажу. Да, да, вторую. А тогда еще не номера. Уже и замазывалось, да? Не номера и не закрашивались, ничего. Ну, зоно прям, наша машина стоит и продается. Ну, выкупил человек там за 200, продается. Ну, не за 200, а выкупил человек там за 350-380, а продает под миллион. Да, 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 да. Да, да, да.